Глава девятнадцатая до машины и еще раз уточнил дорогу до ближайшей больницы. «Что? Не сходи с ума! Я всего лишь потеряла сознание, потому что было слишком жарко. Там не было жарко. Там было весьма прохладно. И я не буду это обсуждать». Он захлопнул дверь с ее стороны, а сам уселся за руль. «Марк, я не поеду в госпиталь». Она положила руку ему на плечо. Ее глаза умоляюще смотрели на него, но он только покачал головой. Она была очень бледна, даже с налетом какого-то прозрачно-серого оттенка. Он завел машину. «Меня не интересует, чего ты не будешь делать?» Его лицо было неподвижно. Он почувствовал, как бьется его сердце. «А что, если это было серьезно? А что, если она была тяжело больна? Что, если...» Он взглянул на нее, стараясь спрятать свой страх, но она смотрела в сторону, уставившись на окружавший их пейзаж. Он еще раз посмотрел на Дину и вздохнул. Этот звук заставил Дину оторвать взгляд от дороги. «Не будь таким глупым, Марк. В самом деле, я действительно в полном порядке. Посмотрим, там будет видно». «Не думаешь ли ты, что нам лучше сразу же отправиться в Париж?» Ее рука дрожала, пока другая покоилась в его ладони. И он снова внимательно посмотрел на нее. «Париж и Шантал». Да, он хотел вернуться, но сначала он должен был знать, что с Диной все в порядке. «Мы вернемся в Париж, как только тебя посмотрит доктор». Она была снова собралась протестовать, но у нее началось сильное головокружение. Она откинулась обратно на сиденье. Он наблюдал за ней с беспокойством и давил на педаль газа. Она не спорила. На это у нее уже не было сил. Прошло еще минут десять перед тем, как они подъехали к зданию, построенному в простом, незамысловатом стиле, на фасаде которого была вывеска «Госпиталь Святого Жерара». Марк, не говоря ни слова, выбрался из машины и быстро подошел к двери, где сидела Дина. Но когда он держал дверь открытой, Дина даже не сдвинулась с места. «Ты можешь идти?» В его глазах снова появилась тревога. «Что, если все это было предвестником паралича? В таком случае, что он будет делать? Она будет неподвижна, и ему придется всегда находиться рядом с ней». Но это было сумасшествием, ведь он хотел оставаться рядом с Диной, не так ли? Его пульс учащенно забился, когда он помогал ей выбраться из машины. Она уже собиралась снова сказать ему, что с ней все в порядке, но сейчас они оба понимали, что это не так. Она сделала глубокий вдох и встала на ноги с легкой, едва заметной улыбкой. Она хотела доказать ему, что сама справится со своим состоянием, что это все было на нервной почве. На какое-то время, пока они входили в больницу, Дина почувствовала себя лучше и даже удивилась, зачем это они сюда приехали. В течение минуты она даже пошла своей обычной, легкой и плавной походкой. Затем, когда она уже была собралась похвастаться этим перед Марком, мимо них повезли каталку, на которой лежал старый человек. Он был очень старый и сморщенный. От него скверно пахло, рот его был открыт, а лицо очень дряблое. Она протянула к Марку руку и рухнула на пол. Он резко вскрикнул и подхватил ее на руки. К ним уже бежали две медсестры и какой-то человек в белой одежде. Менее чем за минуту они уложили ее на стол в небольшой, пахнущей антисептиком комнате, и она снова пришла в себя. Какое-то время она смущенно оглядывалась вокруг. Затем она заметила Марка, который испуганно стоял в углу. «Извини, но тот человек...» «Хватит об этом!» Марк медленно приблизился, протянув ей одну руку. Это был не старик и не температура в церкви. Он стоял рядом с ней, очень высокий, очень мрачный и вдруг очень постаревший. «Давай-ка выясним, что это было, что это значит на самом деле. Согласна?» Она ничего не ответила. Тогда доктор кивнул ему, и он вышел из комнаты. Он ходил взад и вперед по коридору, странным образом чувствуя себя здесь лишним и постоянно бросая взгляд на телефон. Должен ли он позвонить ей? А почему бы и нет? Что это изменит? Кто это увидит? Но он был не в состоянии позвонить именно сейчас. Он думал о Дине. Все его мысли были о ней. Она была его женой в течение 18 лет. Только что они потеряли своего единственного ребенка. А сейчас, возможно, он не мог вынести подобные мысли. Он прошел еще раз мимо телефона, на этот раз даже не остановившись. Казалось, прошла вечность, когда в коридоре появилась молодая женщина-доктор, чтобы разыскать его. И тогда он понял, он понял, что может сказать Дине правду. Или он может солгать ей, совсем немного солгать. Он призадумался, насколько он ей обязан, чтобы рассказать, рассказать, что он знает. Или вместо этого теперь Дина чем-то обязана ему. Дина сидела выпрямившись на кровати. Цвет лица у нее был белее свежевыкрашенной стены за ее головой. «Ты ошибаешься! Это ложь!» Марк внимательно смотрел на нее. Слабая улыбка играла у него на губах. Он был абсолютно спокоен. «Ну уж нет! И через шесть месяцев, моя дорогая, я боюсь, тебе будет трудно доказать обратное. Но этого не может быть!» «А почему нет?» Его глаза изучающе смотрели на нее. «Ради Бога! Я слишком стара, чтобы забеременеть!» «В тридцать семь?» «Не глупи!» «Ты можешь еще рожать в любое время, в ближайшие десять лет!» «Но я слишком стара!» Она выкрикивала это ему в лицо, с трудом удерживаясь от слез. Почему они не сказали ей об этом первой? Не дали ей времени прийти в себя после этого известия, перед тем, как увидеть Марка? Но нет! Таков уж был здесь, во Франции, порядок, когда больной всегда узнает последним что-либо о себе. «Дорогая, не будь глупенькой!» говорил Марк. Он встал и подошел к краю кровати, где нежно положил руку ей на лоб и медленно погладил ее длинные черные волосы, мягкие, как шелк. «Ты совсем не старая! Можно я сяду?» спросил он. Она кивнула, и он присел на край кровати. Но два месяца она посмотрела на него взглядом полным отчаяния. Ей так хотелось, чтобы это был ребенок Бена. Она подумала об этом впервые перед тем, как заснуть. Ей внезапно пришла в голову эта мысль. Но Дина в нее не очень верила. Хотя уже засыпая, ее вдруг осенило. Головокружение, тошнота, постоянная склонность ко сну. Единственный, о ком она могла думать, был Бен. Она не хотела, чтобы это был ребенок Марка. Она смотрела на него с чувством разочарования и горечи. Два месяца беременности означали, что ребенок был от Марка, а не от Бена. это должно быть случилось в ту последнюю ночь перед моим отъездом. Не вижу ничего смешного. Ее глаза наполнились слезами. Она была не очень довольна. Теперь он понял, даже больше, чем она знала. Теперь он понял, что у нее был не просто другой мужчина, но человек, которого она любила. Это не имеет значения. Она забудет его. Ей предстояло заняться в ближайшие месяцы кое-чем поважнее. Она была обязана родить Марку сына. Дорогая, не будь наивной. Я не беременела многие годы. Почему именно сейчас? Иногда такие вещи именно так и случаются. В любом случае это не имеет значения. У нас появляется еще одна возможность создать новую семью, заиметь ребенка. У нас уже был ребенок. Она походила на надувшуюся маленькую девочку, когда сидела, поджав под себя ноги и вытирая слезы тыльной стороной ладони. Я не хочу больше иметь детей. И подумала, во всяком случае, от тебя. Теперь и она сама знала правду. Если бы она действительно любила его, она бы хотела иметь его ребенка. Но это было не так. Ей хотелось ребенка от Бена. Марк не скрывал своей смущенной радости и был невероятно терпелив. Вполне нормально чувствовать себя так вначале. Это бывает со всеми женщинами. Но когда приходит, помнишь, как Спилар? Дина сверкнула на него глазами. Да, я помню, как было Спилар. И с другими. Я уже прошла через это, Марк, и больше не хочу. Ради чего? Ради большего горя? Ради еще одних сердечных приступов? Ради того, чтобы ты отсутствовал еще восемнадцать лет? В моем возрасте ты думаешь, я смогу воспитать ребенка одна и воспитать полукровку наполовину американца или целиком француза? Ты хочешь, чтобы я прошла через это снова, соревнуясь с тобой за право на большую преданность нашему ребенку? Черт подери, я не сделаю этого. Напротив, ты это обязательно сделаешь. Его тихий голос был таким же твердым, как сталь. Я не обязана делать это. Она теперь уже кричала на него. У нас не феодальные времена. Я могу сделать аборт, если захочу. Нет, ты не сможешь. Какого дьявола? Еще как смогу? Дина, я не буду обсуждать это с тобой. Ты переутомлена. Она лежала в кровати, плача в подушку. Переутомление едва ли подходило в данный момент для передачи ее состояния. «Ты свыкнешься с этой мыслью, ты будешь рада». «Ты хочешь сказать, что у меня нет выбора, не так ли?» Она пристально посмотрела на него. «Что ты сделаешь со мной, если я избавлюсь от него? разведешься?» Не говори вздор. «Тогда не дави на меня». «Я не делаю этого. Я просто счастлив». Он с улыбкой взглянул на нее и протянул к ней руки. Его глаза смотрели совсем по-другому, но она не ответила на его призыв. Через мгновение он взял ее руки и поднес к губам, целуя поочередно. «Я люблю тебя, Дина, и я хочу ребенка, нашего Бэбби, твоего и моего». Она закрыла глаза, почти съежившись от его слов. Это уже было, но он ничего не сказал. Он встал, обнял ее и быстро провел своей рукой по ее волосам и затем удалился. Оставшись одна в полной темноте, она немного поплакала, размышляя, что же она должна сделать. Все так переменилось, почему она не знала, почему не догадывалась. Она должна была вычислить это раньше, но у нее было нарушение графика лишь один раз, и она полагала, что это все из-за нервного напряжения, связанного с открытием выставки в галерее и с ее постоянными любовными утехами с Беном, а потом известие о Пилар ее поездка. Она думала, что это продлится не более двух недель, но два месяца, как это может быть? И, Боже, это означало, что она все это время проводила с Беном, уже забеременев от Марка. Сохранить этого ребенка в себе сейчас было бы отрицанием всего того, что у нее было с Беном, а это бы разбило ей сердце. Этот ребенок был напоминанием о том, что она состоит в в браке с Марком. Целую ночь она не сомкнула глаз. На следующее утро Марк выписал ее из больницы. Они возвращались в Париж, в дом его матери. На следующий день он должен был уехать в Афины. Дела обстоят следующим образом. Меня не будет в течение пяти или шести дней. За это время я заканчиваю все свои дела в Греции. Так что через неделю мы уедем из Парижа домой и останемся там. Что это означает? Я буду оставаться там, а ты опять разъезжать? Нет. Это означает, что я буду находиться там так долго, как позволят дела. Пять дней в месяц, пять дней в году. Что-то в этом роде, задавая ему эти вопросы, она смотрела в окно. У нее было ощущение, как будто ее приговорили к повторению всей ее жизни в течение первых восемнадцати лет ее замужества. А когда я буду видеться с тобой, Марк? Два раза в месяц за обедом, когда ты в городе, и у тебя не будет запланированного обеда где-либо еще? Так больше не будет, Дина, я а почему бы и нет? Так было всегда. Тогда было все по-другому, я кое-что понял теперь. Неужто? Что же именно? Она чувствовала горечь разочарования, наблюдая за ним, сидящим за рулем, но его голос зазвучал мягко и печально, когда он заговорил, не отрывая глаз от дороги. Я понял, что жизнь очень коротка и проходит быстро. Мы уже поняли это вдвоем раньше, дважды, но я быстро забыл. Теперь я знаю, мне об этом снова напомнили. Дина склонила голову и ничего не сказала, но он знал, что попал в цель. После Пилар, после двух других, неужели ты можешь лишить жизни этого ребенка? она была настолько потрясена тем, что он угадал ее мысли, что не отвечала в течение длительного времени. Я не уверена, зато я вполне уверен, это убьет тебя. Ее напугал его тон. Может быть, он и вправду знал? Угрызения совести доконают тебя. Ты не сможешь никогда ни думать, ни любить, ни жить, ни даже рисовать. Я гарантирую это. Одна только мысль об этом приводила ее в ужас. И, возможно, он был прав. У тебя нет соответствующего эмоционального склада, чтобы быть столь хладнокровной. Другими словами вздохнула она, у меня нет выбора. Он не ответил. В этот же вечер в девять тридцать они отправились спать, не сказав друг другу ни слова. Утром, перед тем, как уехать, он нежно поцеловал ее в лоб. Он заказал такси до аэропорта. Я буду звонить тебе каждый вечер. Он выглядел озабоченным, но явно довольным. В глазах у него уже не было такого ужасного беспокойства. Осталась лишь он все еще переживал по поводу утраты пилар. Я обещаю, дорогая, буду звонить каждый вечер. Он повторил фразу, но она смотрела мимо него. А она тебе разрешит? Он пытался не замечать ее извительного вопроса, но она намеренно взглянула на него, лежа в кровати. Ты слышал меня, Марк? Я полагаю, она едет с тобой? Я права? Не говори глупости, это деловая поездка, а в последний раз тоже была деловая. Ты просто нанервничалась, давай прекратим, мне не хочется ругаться перед отъездом. с чего это вдруг? Боишься, что это скажется на ребенке? На какой-то безумный миг ей захотелось сказать ему, что это не его ребенок, но горькая правда заключалась в том, что учитывая срок беременности, это был именно его ребенок. Дина, пока меня не будет, постарайся отдохнуть. Он взглянул на нее с видом заботливого папаши, послал воздушный поцелуй и тихо прикрыл дверь. Она лежала совсем тихо, прислушиваясь к звукам, раздавшимся в доме свекрови. До сих пор никто ничего не знал. Это был их секрет, как назвал его Марк. В доме было тихо, когда она проснулась на следующее утро. Она лежала в кровати, всерьез размышляя, что делать. Она могла улететь в Сан-Франциско, пока Марк был в Греции, могла сделать аборт и стать свободной. Но она согласилась со справедливостью всего того, что он ей сказал. Решиться на аборт означало разрушить и свою, и его жизнь. Она уже достаточно настрадалась от всех потерь. А что если он прав? Если это был Божий дар? А что если этот ребенок Бена последний лучик надежды забрезжил? И тут же погас. Два месяца, сказал он, и молодой застенчивый доктор согласился с этим. Он не может быть от Бена. И так она будет в течение недели закутавшись в этот бежевый шелковый кокон ждать Марка, чтобы он отвез ее домой, где они снова смогут начать ту же самую жизнь, похожую на головолунку, которую они так и не смогли разгадать. При этой мысли она ощутила в себе прилив такого сильного страха, что вдруг ей безумно захотелось убежать отсюда. Она вылезла из кровати и, поборов в себе ощущение легкого головокружения, выпрямилась во весь рост и быстро оделась. Ей нужно выбраться отсюда, пойти прогуляться, подумать. Она свернула на едва знакомые ей улицы, обнаружив там такие сады, парки и скверы, которые восхитили ее. Гуляя по Парижу, Дина часто останавливалась, и размышляла о Бене. Она давно ему не звонила. Наконец, она решилась зайти на почту. У нее не было больше сил не давать о себе знать. Она сообщила телефонистский номер и кивнула в ответ на удивленный вопрос. Америка? Казалось, прошла вечность, пока она услышала его голос, хотя он ответил менее чем через минуту. Там было восемь утра. Ты спал? Голос ее звучал напряженно, и это чувствовалось даже на расстоянии шести тысяч миль. Почти. Я только что проснулся. Бен улыбнулся, усевшись поудобнее в кровати. Когда ты возвращаешься? Она с трудом закрыла глаза и поборов навернувшиеся на глаза слезы ответила. Скоро она почувствовала, как у нее в горле застрял комок с Марком и его ребенком. Я очень скучаю без тебя, Бен. Слезы начали беззвучно скатываться у нее по лицу. Не так сильно, как я без тебя, дорогая. Он прислушался, пытаясь услышать что-то, что она не сказала, что-то, что он не понял. У тебя все в порядке? Он знал, что она еще переживает смерть, Пилар, но в ее голосе чувствовалось что-то еще. Как ты? Ответь мне. Она хранила полное молчание, пока стояла в будке, вся в слезах. Дина, дорогая, алло! Он внимательно вслушивался, он был уверен, что она все еще была у телефона. Я здесь. Это было похоже на жалкий хрип. О, дорогая! Он нахмурился и тут же улыбнулся. А что, если я приеду? Есть такая возможность? Пожалуй, нет. А как насчет того, чтобы провести в Кармал следующие выходные дни? Будет день труда. Ты вернешься к этому времени? Казалось, с момента их последней встречи прошла целая вечность. Она хотела было сказать нет, но потом передумала провести все следующие выходные дни в Кармал. Почему бы нет? Марк будет в Греции. Если она уедет сегодня вечером, у них будет время до конца недели и, возможно, еще один день до его возвращения вместе в Кармал. И тогда все будет кончено, как они и предвидели. Наступит конец лета. Она стремительно соображала. Я буду дома завтра. Ты будешь? О, Бэби, в какое время? Она быстро подсчитала. Около шести утра, завтра утром. Она стояла в будке, вся сияя сквозь слезы. Ты уверена? Да, конечно. Она назвала ему авиакомпанию. Я дам тебе знать, если не смогу улететь на этом самолете. В противном случае все остается в силе. И затем засмеялась в трубку, почувствовав, как слезы опять наворачиваются на глаза. Я еду домой, Бен. Ей казалось, что она уехала так давно, а ведь прошла всего лишь неделя. В этот же вечер она оставила записку для свекрови, где объяснила, что ее вызвали в Сан-Франциско и что она сожалеет, что пришлось так поспешно уехать. И ненароком она ощутила сильную потребность забрать с собой обратно написанный ею портрет «Она Спилар». Дина была уверена, что свекровь поймет ее шаг. Она наказала горничной передать Марку, если он позвонит, что она вышла. И это все. По меньшей мере она выиграет целый день. Ему не удастся ничем ей помешать. Он должен закончить дела в Греции. Она размышляла об этом в самолете по пути домой. Марка ставит ее в покое на неделю. У него не было особых причин, чтобы беспокоить ее. Он будет рассержен, узнав, что Дина улетела из Парижа. Но не более того. Теперь она была свободна. На целую неделю. Это было все, о чем она думала. За час до приземления она с трудом могла усидеть на месте. Она чувствовала себя очень молодой. Даже отдельные приступы тошноты не омрачали ее настроение. Она сидела совсем неподвижно в течение нескольких минут, и вся тошнота проходила. Ее мысли были поглощены Беном. Когда самолет пробился сквозь облака навстречу солнцу, все вокруг окрасилось в золотисто-розовые тона. Вскоре Дина оказалась одной из первых, спешивших покинуть самолет в Сан-Франциско. Утро было великолепным, но даже оно не отвлекло ее от мыслей о Бене. Она продолжала думать о нем и после приземления, пока самолет выруливал на стоянку, и она с нетерпением ждала момента, когда наконец можно будет отстегнуть ремни. Как только она натянула на себя черный бархатный жакет поверх белых брюк и белой шелковой блузки, с ее лица уже не сходила легкая улыбка. Матовая бледность ее лица и черная смоль волос украсили бы ее портрет, выполненный в белых и черных красках. Она выглядела намного бледнее, чем перед отъездом в Париж, а в ее глазах можно было прочесть очень многое, но они тоже заиграли и заговорили, пока она пробиралась к выходу. И затем она увидела его, одиноко стоявшего в зале для пассажиров, прибывших в шесть утра. Перебросив пиджак через плечо, он поджидал ее за оградой таможенного контроля. Улыбка не покидала его лицо. Они бросились навстречу друг другу, как только она прошла через дверь, и Дина сразу оказалась в его объятиях. О, Бен! Ее глаза и плакали, и смеялись одновременно. Он не сказал ничего, только крепко прижал к себе. Прошла вечность, прежде чем он оторвался от нее. Я страшно беспокоился за тебя, Дина. Я так рад, что ты вернулась. Я тоже. Он вглядывался в ее глаза, но не мог точно сказать, что прочел в них. Там была боль, это было видно сразу. Но что еще? Он так и не мог понять. Она потянулась к нему, а затем крепко прижалась. Едем домой. Она кивнула, на глаза снова навернулись слезы. Дома целую неделю. КОНЕЦ